В карету скорой помощи пострадавшего помогли занести очевидцы, после чего они дождались приезда инспектора в ГАИ, чтобы рассказать полицейским, что именно произошло. У них конфликт там случился, я так поняла. Они начали ругаться. Машина потом вот выехала, то есть, ну, крики такие были, хлопок. Ну, видимо, он его на капот как раз посадил. Вот здесь они уже выехали, он его уже здесь скинул. Конфликт между пешеходом и компанией младых ребят из Аномарки произошел в районе остановки Парк Петрова. Кто стал зачинщиком перепалки, что только предстоит выяснить, но разговоры на повышенных тонах длились недолго. В итоге парни сели в свою машину и, как утверждают очевидцы, умышленно сбили мужчину. Скорость транспорта была небольшой, поэтому человек, оказавшись на капоте, сумел крепко вцепиться руками в автомобильные дворники и таким образом проехал до ближайшего перекрестка. На повороте щетки стеклоочистители сломались и пострадавший упал на землю, а машина тут же скрылась. Травму получил от падения уже, когда на асфальт уже падал, не о столкновении с машиной. Он причем нормально так упал, потому что он на асфальт головой упал. Хотя пострадавший получил сильную травму головы, тем не менее сознание не потерял очевидцам, он попытался рассказать свою версию случившегося. Ну, он как объясняет то, что они там что-то, он им подошел, денег дал. Кто там? Вот этого пострадавшего. Водителю? Да. Типа садаха, короче, и все. И вот он его за это на капоте проходил. Ну, не знаю, там история мутная какая-то. Найти беглецов на Hyundai Solaris не составит никакого труда. Да, очевидцы хорошо запомнили номера иномарки одним лишением водительских прав за то, что скрылся с места происшествия, шофер не ограничится. И не исключено, что автомобилисту еще может грозить уголовная статья за умышленный наезд на человека. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте, мобильный репортер 24.